Две трети населения Словакии прошли тестирование на коронавирус. Общенациональная проверка длилась два дня. По всей стране работали почти 5000 временных медицинских пунктов. Тестирование проводили 50 тысяч специалистов. Тестирование было бесплатным и добровольным, детей младше 10 лет освободили. «Было протестировано 3 миллиона 625 тысяч человек. У 38 тысяч результат оказался положительным. Это примерно 1% всех протестированных». Те, у кого COVID подтвердился, должны соблюдать карантин две недели и при необходимости лечиться. Взрослые, отказавшиеся сдавать анализы, также должны просидеть две недели на карантине. Всем, у кого отрицательный результат на COVID, выдали сертификаты. Только с ними можно продолжить ходить на работу. Также сертификаты нужны для входа в магазины второстепенной важности. «Мы просим показать их выборочно. Люди нормально реагируют. Они рады предоставить информацию и показывают нам сертификат, а мы их благодарим». «Думаю, это нормально. Это ответственность каждого человека. Надо хоть немного нести ответственности за своё здоровье». «Если это необходимо, то люди должны получить этот сертификат. Иначе сюда не войти. К сожалению, ситуация такова, и мы должны подчиняться». Премьер-министр Игорь Матович запустил общенациональную программу тестирования, чтобы избежать карантина. В начале эпидемии в Словакии было мало заражённых и умерших. Однако осенью началась вторая волна вспышки, и за последние недели за сутки регистрировали сотни и даже тысячи новых случаев коронавируса. В ближайшие выходные в стране пройдёт повторное массовое тестирование. По мнению властей, это обеспечит наилучший эффект для сдерживания эпидемии. В Словакии зарегистрировано более 60 тысяч случаев заражения коронавирусом скончались 200 человек.